Но наоборот, во втором храме структура храмового богослужения стала гораздо более сложной и гораздо более, я бы сказал, громоздкой, чем в первом храме, тем более, чем в скине. Добавились еще целый ряд других обрядов. И процесс шел не в плане упрощения и уменьшения, а в плане усложнения и расширения храмового богослужения. Это тоже вы должны учитывать. То есть, духовные вожди Израиля совершенно не предполагали, никто не рассчитывал, что вот мы сейчас подготовим молитву, мы подготовили синагоги, и теперь можно уже храм становиться ненужным. Наоборот, все это имело смысл только как вспомогательные средства при основном храмовом богослужении. То же самое в отношении синагоги. Друзья мои, до разрушения храма, до последнего времени, не было никаких свидетельств о том, что в земле Израиля были литературных свидетельств, были синагоги. Их нашли потом археологи, но в основном где их нашли? На большом отдалении от храма. Ясно, что они возникли только в первом веке. Раньше возникали синагоги в диаспоре. И это никогда ни в одной синагоге, никто не претендовал на то, что там делается что-то, что может заменить что-то, что происходит в храме. Понимаете, да? Нигде, никогда. Там синагоги это были, прежде всего, бейт-кнессет, дом собрания, место собрания еврейской общины и решение любых насрочных вопросов. Затем это было место общественной молитвы. И действительно, они старались молиться в то время, когда в храме совершались основные жертвоприношения, основная служба. Потому что все евреи понимали, какую-то святость, какую-то силу. Их молитвы, даже самые общественные, даже при супер-миньяне, имели только в том случае, когда они соотносились с жертвами в этот момент, приносимыми в храме. Они не имели никакой самостоятельной силы. Они имели силу, они имели значение духовное, поскольку они были невидимо соединены с происходящими в храме в этот момент священнодетства. Почему это нужно было? Потому что, конечно, только на большие праздники и только часть мужчин, в основном, могли совершать паломничество из разных стран в Иерусалиме. Понятно, да? А как же остальное время? Они хотели быть приобщены с великой святыней к месту уникального Божьего присутствия. Нигде, ни в какой синагоге не говорили, что у них там что-то наподобие того, как это. Все понимали, что никакая самая великая синагога, а, например, в Александрии была синагога по величине примерно такая же, как Иерусалимский храм. Собственно, синагога была построена в виде огромного храма. Она была настолько огромной, что даже прекрасная акустика не позволяла говорившему распространять свой голос. И там была система так называемых, по-моему, они назывались торгуманы, которые кричали громко то, что говорил спикер. Скажем так, они кричали громко, их крик доходил до какого-то места, там стояли другие, и они кричали дальше. Понимаете, да? Там были тысячи, тысячи, тысячи евреев обещались в той храмовой, если так можно сказать, хоральной синагоге. Но они не претендовали, что эта синагога хоть в чем-то заменяет храм. Любое еврейское собрание, любая еврейская молитва могла иметь силу только постольку, поскольку она соотносилась с храмами жертвами и храмом богослужения. До сих пор, куда повернут Арон Кодыш в синагоге, то есть имитация святого святого, в сторону Иерусалима. Куда поворачивается верующая, когда молятся, верующие иудеи, в сторону Иерусалима. Хотя нет ни храма, ни священства, ни жертвы, ничего. Даже через две тысячи лет верующие иудеи считают, что только соотнесение с тем, что было во времена храма, придает определенную силу, значимость, духовную власть тому, что они делают сейчас. Тем более, конечно же, тогда. Поэтому смешные раввинские аргументы, и раввинские это, в общем-то, понимали, это уже сознательное лукавство. Это опять-таки, как то, что мы с вами читали из Талмуда. Давайте мы сделаем так, чтобы народ лучше грешил несознательно, чем сознательно. Он все равно будет грешить, потому что не грешить народ не может после того, как нет храма. Но давайте мы их благочестиво обманем и изменим заповеди, изменим закон, найдим им фактически новый закон, из которого мы возьмем только то, что с нашей точки зрения можно исполнить и стоит исполнять. А им скажем, что вот это и есть древний закон. Просто, ну, подстроенный под ситуацию. Подобным же образом мудрецы, поскольку они были мудры по-своему, они же, конечно, понимали ситуацию здесь. Но им нужны были аргументы. И они придумывали различные аргументы. Вы эти аргументы услышите. Вы обязательно эти аргументы услышите, друзья. Вообще эти аргументы имеют важное значение. Они всегда пытаются, подобными аргументами, религиозные деятели пытаются оправдать замену Божьего на человеческое. Всегда они пытаются оправдать любую замену чего-то Божьего на человечество. Например, когда церковь начала отходить от еврейских корней, еврейской первоосновы, еврейского, аутентичного, то есть соответствующего тому, что толкуется, толкования Библии, взятого из самой Библии, уже толкования пошли со всеми других источников, как мы с вами говорили позавчера. Когда церковь стала удаляться от всего этого, она стремительно стала терять силу Святого Духа и власть Ишуа. Потерю духовного нужно было заменить человеческим. Потерю харизматической власти в реальной исторической церкви нужно было заменить властью человеческой. Это было очень похоже на то, что происходило с историческим иудаизмом параллельно тут же и в значительной мере было заимствовано из практики Таная, первых раввинов. Танай – это первое поколение руководителей иудаизма после разрушения храма. Первое раввиновство. Условно. И, кроме того, это повторяло путь Израиля, который отверг судей, отверг харизматическое Божье управление через Самуила и тех, кого он поставил, и захотел себе царя. Помните аргумент? Мы хотим быть, как все народы. И руководители церкви, они решили, что пора им заимствовать образ управления в Римской империи. И система епископатов – это как раз то, что было до них в структуре управления Римской империей. Теряя Божье, они заимствовали человеческое. Никто не говорит, что это человеческое само по себе очень плохо. Оно может быть и так, и так использовано. Но это уже не Божье. Это уже не Божье. И как потом церковь оправдывала все это? Она говорила, что просто ушло то, что было в начале, и пришло новое, а Бог подготовил это. И она говорила, вот были же уже апостолы, были уже епископа во времена первого-второго поколения верующих. Поэтому Бог подготавливал новую структуру в церкви. Но на самом деле апостолы носили совсем другие функции. Епископа были не теми епископами, которые стали впоследствии. Епископ – это было синоним пресвитера, это был синоним пастора. Понимаете, да, Чемпион Ильич? А только впоследствии это стали такие самовластные церковные князья, как в средние века они и назывались. Светские князья и духовные князья католических. Вот этот путь оправдания ухода от Божьего оригинала к человеческим копиям и компенсациям, он везде примерно одинаковый. Везде примерно одинаковый. Что в иудаизме, что в христианстве, что в каком-то другом плане. Всегда находятся оправдания, которые одинаково внушительно выглядят и одинаково слабы внутри. В этом же плане, например, в конце четвертого века возникла необходимость оправдать церковь за то, что уже почти не действуют дары Святого Духа. Или вообще не действуют. И показали. Народ Божий знал тогда, что в первом веке, во втором веке все верующие получали крещение Духом, исполнение Духом со знамением иных языков. Это потом замылили глаза и начали говорить, что не все, как сейчас многие там, особенно наши друзья баптисты говорят. Но когда Иоанн Златоуст писал о чудесах и знамениях, он говорил, почему в первом веке все верующие после водного крещения начинали говорить незнакомыми языками, если в его толковании. Все верующие, без исключения. А сейчас этого вообще не наблюдается. И они развивали теорию, что время чудес и знамений прошло, что это только на начальном этапе, уже это казалось не нужно. И Бог подготовил замену, потому что параллельно уже поднималось другое, другое, те же самые мансы. Потому что среди части иудейских мудрецов в средние века пошла и эта теория. Просто храм уже изжил свою, поэтому еврейский народ подошел гораздо более духовной ступени развития, он возрос. И поэтому его постигло такое страшное проклятие, как разрушение храма. Потому что он стал очень духовным. И великие наказания пришли, и кары, потому что он поднялся на очень высокую ступень развития. Но это я, конечно, утрирую, я просто показываю дурное противоречие в том, что они говорят. И храм уже не нужен был, теперь все заменило. Духовная молитва. Все очень похоже. Поэтому важно понять эти аргументы. И важно понять их. Не только для того, чтобы помогать другим, но чтобы и самим разобраться, сделать правильный вывод. И когда этот вывод сделан, не попаться на удочку тех, которые будут вас смущать. И в этом плане дополнительный похожий аргумент дает существование храма в Египте. Был храм в Египте. Там приносили жертвы. Там даже посвятили. Там даже священники были. Но на самом деле, казалось бы, если бы можно было вот таким путем действовать, Бог подготовил синагоги, подготовил молитву. Подготовил даже новый храм. Он знал, что будет разрушен храм. Поэтому Бог подготовил альтернативные варианты. И когда храм был разрушен, Бог их запустил. Если бы это было правдой, то, конечно, Бог бы запустил не только синагоги и молитвы и три вида молитвы. во время храма его богослужения. Бог бы запустил и египетский храм. Вы понимаете? Потому что на самом деле этот храм существовал. Этот храм существовал во время второго храма. И иудеев, которые участвовали в его богослужениях, никто не отлучал. хотя это была определенная конкуренция иерусалимским храмам. К ним относились так специфически. Но это считали иудеи. И у них были свои аргументы, что мы не можем. Там в основном были военные колонисты. Они не были вольны посещать, уходить оттуда. И поэтому у них были сильные аргументы и все к этому терпимо относились. Ну и вот, казалось бы, теперь, когда первого храма нету, иерусалимского нету, ну давайте еще это использовать. Но на самом деле это не сработало. Если не сработало это, новый храм вместо иерусалимского, то тем более на самом деле лишены силы все другие аргументы. Ничто, никакая другая форма земная не могла заменить единственное место Божьей славы, уникального Божьего присутствия и место, где должны были приноситься все жертвы, все приношения, все десятины, все дары, совершаться все священные обряды иудаизма. Замена могла быть только одного плана. Земное должно быть заменено небесным. И об этом мы с вами читали в послании мессианским евреям. и об этом позавчера, и об этом мы вчера с вами говорили, что из всех возможных альтернатив единственной библейской, единственной альтернативой соответствовавшей Торе, книгам пророков и писаниям, я не говорю про Новый Завет здесь ничего, даже единственной соответствовавшей основанием того уже измененного иудаизма, который был в первом веке, был только мессианский иудаизм. Ни Саддукеи, ни фарисеи, ни Исеи, никакая другая секта, группа, линия в иудаизме не могли предложить никакой альтернативы мессианскому иудаизму, потому что только этот иудаизм имел не просто замену храма, не просто замену каких-то богослужений и священодействий, а только этот иудаизм был иудаизмом Нового Завета. не просто старым иудаизмом, иудаизмом Старого Завета с какими-то изменениями, но катастрофа храма показала, что в любом случае старый иудаизм умер. и нужен новый иудаизм. Раввины начали на скорую руку его сооружать. Но это позор, потому что Бог так не действует. Бог заранее предупреждает, как Он предупреждал Божий народ перед разрушением первого храма, что будет, почему будет, как будет, и что будет потом, и даже когда будет. Он сказал 70 лет, и потом будет восстановлено. Правда? Вы следите, да? Я понимаю, что я так говорю, трудновато следить, потому что моя манера. но вы верьте, легко и все будет хорошо. Я предупреждал, не люблю пункты, но могу, пожалуйста, могу сейчас распунктироваться. Пункты вообще это не еврейская тема. Она иногда полезна, но она не обязательна. Те, кто думает, что пункты обязательно в учении, почитайте учения писать. Итак, друзья мои, вы делайте пометки, 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 пометки себе делайте, вам будет гораздо проще потом. Потому что я сейчас говорю достаточно важные вещи, и еще раз говорю, я пользуюсь разной литературой, но я это говорю, я не говорю те выводы, которые я где-то вычерил, я говорю те выводы, которые для меня самого стали ясны по милости Божьей при изучении писания и других источников в сравнении с писанием при проверке писания. Итак, мессианский иудаизм, единственный иудаизм, который уже до разрушения второго храма подготовился не к частичным заменам, а к полной замене всего строя жизни. Потому что мессианский иудаизм это по определению иудаизм нового завета. мессианский иудаизм иудаизм и через народ израиля совсем человечество не нужно было что то лихорадочно придумывать что то сочинять и обманывать евреев или язычников из благочестивых и добрых соображений чтобы они могли выжить и создавать новую религию которой бы они могли как то следовать хотя бы теоретически потому что в мессианском иудаизме уже было все подготовлено и мало того в мессианском иудаизме перед разрушением уже был такими иудаизмом который фактически жил без храма то что приходили в храм и молились там вы знаете для меня очень сильный момент в третьей главе Деяния когда написано что Шимон и Иоанн шли в храм когда час молитвы Деяния а почему не написано что в час жертвоприношения час дневного жертвоприношения вы понимаете чего они ходили в храм они не ради жертвы туда ходили они ходили ради молитвы и не только мессианских евреев но ради того чтобы молиться со всеми другими евреями и за ним поэтому для них храм был очень важен но совсем по другим причинам он был важен действительно как место молитвы и место собрания евреев ну и паразелит ну и может быть кого-то из боящихся таким образом мессианский уже жил полноценной жизнью нового завета где основания основания были другие закон был другой они могли соблюдать и они в принципе соблюдали особенно в иудее все ритуальные заповеди если нужно было они приносили какие-то жертвы но понятно же понятно же для чего они это делали они не приносили их для замены жертвы Ишуа они не приносили их потому что считали что жертва Ишуа не затронула какую-то область жизни они участвовали в обрядах в том числе и в очищении не потому что они считали что без этого они нечисты но они должны были это сделать живя среди правоверных иудеев а иудеи области иудеи и особенно Иерусалима очень гордились своей особенной религиозности и величались и превозносились не только над там ну понятно зычники боящиеся Бога не только над евреями диаспоры но они величались и превозносились над евреями Галилеи прибрежных областей любых Сирии и так далее любых областей которые входили в большую территорию эрицисрея они считали себя элитой духовной уже по тому где они живут естественно там в Иерусалиме и в иудеи все мессианские евреи не должны были давать никакого соблазна не должны были быть камнем преткновения для своих собратьев уже был камень преткновения это и шоу не нужно было добавлять две камешки нам нужно просто понять это все нам нужно понять эти моменты очень важно хотя опять-таки была линия прогрессирующего откровения новозаветной свободы и были искренние мессианские иудеи которые считали что они совершенно обязаны исполнить это в частности к ним и написано послание к мессианским евреям в иудеи вот итак мессианский иудеизм это была единственная действительно иудейская вера и единственный действительно библейский иудейский образ жизни который был подготовлен к катастрофе разрушения храма настоящих библейских альтернатив ему не было альтернатива раввинистического иудеизма саддукейского иудеизма парисейского иудеизма есейского иудеизма и других разных потому что были 27 течений перед разрушением храма они все показали свое фиаско когда храма не стало я вчера вам говорил про исеев что они из-за того что считали храмовое священство и порядок богослужения неправильным оскверненным они полностью отделили себя от храма это не совсем точно это не совсем точно на самом деле они признавали даже они признавали храм центром духовной жизни всех евреев и регулярно посылали туда приношения и десятин очень интересно тому священству которые они считали недостойным вы понимаете оскверненным и неправильным но они все равно считали что вне храма без храма не может быть полноценной духовной жизни ни у одного иудея то есть вообще не было течения ну кстати это интересное интересное соображение некоторые люди говорят ну вот я не согласен с пастором в том-то и том-то я не согласен с руководством общины или церкви в том-то и том-то спрашиваешь этого человека ну слушай ну ты приходит к нам в общину люди из разных церквей например говорят пастор мы хотим перейти в мессианскую общину я говорю а вы вообще знаете мы верующих как принимаем а как вы принимаете а мы принимаем верующих не потому что им понравилось у нас потому что они получили освобождение исцеление какое-то чудо или потому что здесь им нравится движение духа этого недостаточно а что ж такое ну вы должны получить откровение от бога что вы призваны в служение еврейскому народу ну пастор понимаете я вот не могу я вот это самое там нет я хочу к вам ну понимаете это недостаточно а скажите пожалуйста вот вы там не можете но вы пока считаете себя членом ТОИЦА да считаю а я слышал что вы начали приносить десятину да начал как это вообще может быть ну там вот я не согласен поэтому у вас я согласен ну подождите вы член какой вообще ТОИ не согласен друзья мои друг дорогая сестра дорогой брат так не получается если вы хотите вы можете сюда какие-то там пожертвования приносить минут но десятину вы должны отдавать в той мессианской мессианской общины несовершен это великое откровение повергает их просто в ужас они видят недостатки проблемы и не только в общине а видят в ее пасторе или раввин пастор борис я думала вы такой вдохновенный божий слуга а вы оказывается там жлоб или гад или еще кто-то я говорил о ситуации когда человек человеку не все нравится в его церкви в его общине несмотря на это у него остаются обязательства перед церковью передач потому что если человеку абсолютно все нравится в его церкви в его общине то значит у него какую-то искреннюю не может быть значит он наверное что-то не видит или у него склонность к иллюзии но правильный взгляд на недостатки своих наставников правильный взгляд на недостатки своих братьев и сестер обязательно включает в себя смирение и ни в коем случае не противоречит верности своим наставникам и верности своей духовной семье это по поводу последний так и так мы с вами поговорили насчет мессианского иудаизма как единственной библейской альтернативы всем остальным путям после разрушения храма и мы определили что современный иудаизм никак не мог быть согласно Торе и даже традициям саддукеев и фарисеев божьим продолжением и мы говорили о том что последствия возникшие историческое христианство это тоже прямо скажем не совсем божья альтернатива это конечно намного лучше чем раввинистический иудаизм потому что в историческом христианстве все равно в основании находился Иисус Христос Ишуа но тем не менее это все таки не совсем а в некоторых отношениях далеко не совсем божье продолжение сейчас говоря об этом мы с вами подошли к вопросу а как же сейчас потому что сейчас мы имеем дело не только с традиционным христианством в двух его проявлениях православным и католическим мы имеем дело уже с традиционным протестантизмом таким как лютеранством англиканством и мы имеем дело со многими другими протестантскими конфессиями которые иногда достаточно значительно отличаются друг от друга и в то же время мы уже имеем дело иначе нас тут не было с восстанавливаемым мессианским иудаизмом возникает вопрос возникает вопрос как же так что ж такое что ж происходит что ж нам со всем этим разнообразием делать и куды бедному еврею прикрыться есть теория о том что традиционное христианство это высшая форма божьей религии и именно высота традиционного христианства тот высокий уровень которого она достигла было связано с тем что она отбросила все еврейское еврейское было преодолено иудейское было вылучено из христианства и осталась чистая общечеловеческая христианская религия на самом деле дорогие друзья это церковное учение вступает в прямое противоречие с Библией прямое противоречие с Библией потому что тумушь весь тонах Тора книги пророков писания особенно книги пророков говорят о том что избрание Израиля вечное избрание Израиля как особенного выделенного из всех народов народа является вечным а не временным неприходящим и оно является безусловным то есть даже если целое поколение израильтян отвергали отвергают и могут отвергнуть Бога своего Бог никогда не отвергнет свой народ в целом каждый еврей который не принял своего Бога отверг его или отступил от него он понесет на себе последствия своего неверия своего ожесточения своего отвержения но тем не менее это не изменит отношение Бога в целом к избранному еврейскому народу и никогда не отменит избрание еврейского народа скажите пожалуйста дорогие друзья кто из вас это точно проверил по Библии и знает что это поднимите голос у кого есть сомнения серьезно судя по вашей реакции вижу что ни у кого сомнений нет я просто определяю на чем нам с вами останавливаться ну я приведу очень простые известные цитаты истории из книги дворин второзакония на эту тему мы зафиксируем и пойдем дальше второзакония 7 глава 6 стих второзакония 7 6 ибо ибо ты народ святой у господа бога твоего тебя избрал господь бог твой чтобы ты был собственным его народом из всех народов которые на земле не потому чтобы вы были многочисленнее всех народов принял вас господь избрал вас ибо вы малочисленнее всех народов я думаю имеется ввиду малочисленнее тех народов которые с точки зрения народов и самих израильтян были предпочтительными более предпочтительными для избрана на самом деле бог отвечает здесь евреи на их возможные недоуменные вопросы которых мы правда здесь не слышим но ясно что не а заодно отвечает всем последующим совопросникам из всех народов как это почему бог избрал израиль и бог приводит причины которые не сыграли в этом никакой роли бог говорит я избрал израиль не потому почему вы его избрали или не избрали я руководствовался не вашим итак не потому что этот народ значительный но даже этот народ малочисленнее тех всех народов из которых стоило бы но потому 8 стих что любит вас господь для того чтобы сохранить клятву которую он клялся отцам вашим вывел вас господь рукой крепкой и освободил тебя из дома рабства из руки фараона царя египетского причины две основные причины самое главное это любовь но возникает вопрос почему же Бог не полюбил так же другие ну неужели он других не любит дорогие другие народы это народы которые отвергли Божию это народы которые отвергли Божию их родоначальники отвергли Божию и потомки их родоначальников отвергали Божию а здесь первый Другой еврей, который до этого не был евреем, был первым среди всех идолопоклонников, который откликнулся на Божью любовь, открылся ей и предпочел познание единого Бога всему остальному в своей жизни. Бог нашел в лице Авраама того человека, который захотел принять его любовь и ответить взаимодействием. И не только Авраам на каком-то этапе сделал, он возрастал в этой взаимодействии, он стал другом Божьим. Таким другом, которого Бог не мог найти среди других народов. Таким другом, которым не хотели стать многие другие выдающиеся люди древности. И мало того, что Авраам возрастал с Авраама и продолжал возрастать в этой Божьей любви, мало того, он также воспитал своих детей. И его сын, его внук, они шли по стопам Авраама. И они избрали Бога, избравшего их единственным своим Богом. Вот почему все эти трое, это уникальные личности восстановления человечества. Это три поколения основателей, родоначальников, избранного Богом народом. Все трое, те, которые искали Божьей любви, те, которые нашли ее, те, которые откликнулись, и те, которые вошли в завет любви с Богом Авраама, Богом Итсхатом, Богом Итсхатом, Богом Итсхатом, Богом Итсхатом. Каждый из них должен был лично войти и лично заключить этот завет. Поэтому это тройной завет. Ясно, что здесь мы увидим прямой намек на троичность. Богом, ясно, что это заглядывает, и многое другое. Еще, но, возможно, мы будем это рассматривать. Поэтому вторая причина, которая называется Богом для избрания Израиля, она исходит из первого. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отца Маши. То есть, Бог нашел одного человека, который поверил, что Бог один. Бог нашел одного человека, который всю свою жизнь от единого Бога. Поэтому Бог навсегда связал свое имя с сыном, с именем Авраама. И этот человек не только сам так поступил. Он воспитал своего сына и внука в этом. И он положил начало всему роду израильтян, всему роду евреев. Это был завет любви. И Бог связал себя вечной клятвой. Поэтому при всей неверности потомков Авраама, Исхака, Иякова, Бог оставался верен. Он не мог навязывать своей любви. Но каждое новое поколение евреев вступало и вступает как бы заново в этот Древний Завет. входит в Завет праотцов, входит в Завет Патриарха, когда обращается к их Богу и осознает и принимает Бога Авраама, Исхака, Иякова, как своего личного Бога. Итак, это главный, фактически единственная причина избрания Израиля. Прочтем еще из девятых глав. Четвертого стиха. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, народы Ханаана, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей, и что за нечестие народов этих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их. Но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку, Иякову. Это очень важный, важный местописание. Потому что Господь говорит, я буду верен своему завету с праотцами. Я буду верен своей любви к народу Израиля, даже если Израиль не будет достоин этой любви. И насколько будет возможно, я буду благословлять мой народ. Насколько будет возможно, я буду защищать, я буду исполнять каждое обещание, данное патриархам, каждое обещание, данное этому народу. Насколько только возможно, насколько они мне позволят. И он дополняет это. Шестой стих. Посему знаешь, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе владеть этой доброй землей, ибо ты народ жестоковый. А, представляете? Тринадцатый стих. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковый. Почему же Бог сохранил этот народ, даже вел его в землю? Потому что он опять находил таких людей, как Моисей. Опять находил таких людей, как Моисей. Восемнадцатый, девятнадцатый стих описывает заступничество Моисея за весь народ. Заступничество, которое дало право справедливому Богу не покарать весь народ, а только наиболее греховным участком. вот, и он снова, и снова, и снова, и снова стоял за народом. И он снова, и снова, и снова, и снова стоял за народом. Может быть, для нас мы не замечали, что еще следующие сорок дней он хадатайствовал, когда Израиль поверил десяти соглядатаям вместо Большого Донуна и Халева. Двадцать пятый стих Оказывается, и после этого тяжкого греха, повергшись пред Господом, Моисей умолял сорок дней, сорок ночей. Потому что и тогда, оказывается, Господь хотел погубить Иосифа, который отверг обитованную землю. И смотрите, как двадцать седьмой стих Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака, Якова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечесть его и на грехи сего. Ну и тогда. Это показывает нам, друзья, что при любых перепетиях еврейской истории, при любых падениях большинства евреев, при их отступничестве, Бог, конечно же, наказывал, наказывает и будет наказывать нечестие отступников, тех, которые стали его врагами. Хотя, в каждом отдельном случае Бог проявляет долготерпение. Но даже наказывая отдельных евреев или многих евреев, или даже большинство народов, Он никогда не изгладит народ из книги жизни. Он никогда не изгладит еврейский народ из Царь Зимы. Потому что Он жестко и твердо пообещал евреям и провозгласил это среди всех народов. А что же Он пообещал? Опять 7 глава 9 стих. И так знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов и воздает ненавидящим в лице их, погубляя их. Так, что это говорит? В любом месте сказано до четырех родов. Это показывает нам, что милость Божия несравненно превозносится на Дого судьбу. И нужно постараться, чтобы суд возобладал. Даже грешникам нужно сильно постараться. Но если грешник обратится, то он всегда будет помилован. Он действительно будет. И это показывает нам, что благословение Авраама Исаака и Иакова распространяется до тысячи поколений их. Если взять, если взять, дорогие друзья, хотя бы длительность поколений 25 лет, то, что он убилит, и обычная длительность 40 лет. Скажите, со времен Авраам Исаака прошли 25 тысяч. Не говоря 40 тысяч. Поэтому каждое новое еврейское поколение и в нем каждый отдельный еврей если он обращается к богу Израиля и отвечает на его любовь, взаимную любовь и принимает его слово исполнение. Он просто входит в вечный завет Авраама и Сатам его не его не в его не в Продолжение следует...